Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всегда приятно общаться с коллегами, тем более с одним из метров латвийской журналистики, главным редактором журнала «Открытый город» Татьяной Фас. Добрый день. Добрый день, уважаемый Абик. Добрый день, радиослушатели. Я тоже очень рада этой встрече. Не так часто сейчас приходится у вас бывать, поэтому любой повод это приятно. Да, вообще нет времени с коллегами пообщаться, но вот мы сейчас приятное с полезным. Как раз и радиослушатели тоже могут в нашей беседе присоединиться. Тем более, что вот название журнала, когда я шёл сюда, подумал, понятно, что журнал создан давно, но вот «Открытый город» – это вот сразу приходит, но он всё-таки Рига. Я понимаю, что это не чисто рижский журнал, он такой вселатвийский, даже международный, я бы сказал, но всё-таки «Открытый город» – это Рига, это вот сразу вспоминается история, Гонзейский город. Вот, может быть, с этого мы и начнём. Вы чувствуете такое перекликание? Конечно, но когда мы и задумывали этот журнал, конечно, мы в первую очередь думали о Риге, о её истории, о её гонзейскости, о её открытости миру. И действительно, мы все эти 10 лет, а нам уже 10 лет, занимались именно больше всего как раз рассказами о рижанах, о различных проблемах, с которыми они сталкиваются, о её истории, которая тоже богатейшая история. Наш город, он, конечно, великолепен, и в него нельзя не влюбиться. Это город и современный, с одной стороны, современный, европейский, открытый миру, открытый бизнесу со всего мира, открытый всем языкам и культурам, где происходит такое культура брожения. С одной стороны, кажется, что её населяют разные национальности, и каждый живёт вроде бы своим мирком, у латышской аудитории свои традиции, свои праздники, у русских свои, у поляков и евреев свои. Но тем не менее, вот я считаю, что вот этот культурный феномен Риги именно в том и заключается, что нас много, и мы разные. И вот это и есть концепция открытого города, гонзейского города. Я думаю, что таким он и останется в будущем. Да, ну вот поскольку так вот совпало, интересно, я вообще не припомню, в новейшей истории, чтобы выборы на лето приходились, 29 августа, выборы в Рижскую Думу. Вот на ваш взгляд, что вообще ждёте от выборов в Рижскую Думу? И действительно ли новая Рижская Дума сможет вот этот открытый город каким-то образом действительно способствовать этому открытому, преобразить? Может быть, да, может много чего надо менять, но то, что мы все видим, это понятно, по-прежнему дороги, мосты, некоторые фасады домов, вроде идёшь по центру города, всё замечательно. Только свернёшь в какую-то улицу, ну там понятно, что с одной стороны это история живая, но с другой стороны чувствуется, что ещё есть где руку приложить, да. Ну, знаете, в этом году я впервые иду на выборы в новом качестве, можно сказать. Я иду в списке партии «Честь служить Риге». Я не вошла в состав этой партии, я осталась как бы свободным членом, но журналистом, но тем не менее решила всё-таки испытать свои возможности, свои силы и согласилась на предложение. Далось оно мне, честно говоря, нелегко и не сразу я на это пошла. Потому что мы как журналисты всегда как бы со стороны смотрим за этим процессом. Да, Абик, вы как кто-то другой понимаете прекрасно, что такое журналистика, да, и это общение с людьми абсолютно разных, разной партийной принадлежности, разных взглядов. И мне казалось, что если я как-то соединю свою судьбу с какой-то партией, то я лишусь определённой группы читателей, и журнал будет в какой-то степени пострадает. Но вот мы такой хитрый ход придумали, что я в партию не вступаю. Остаюсь независимым? Остаюсь независимым журналистом. Тем не менее, пойду по списку «Честь служить Риге». Почему? Потому что и концепция их, так сказать, идеологическая, и взгляды её лидеров мне достаточно близки. Я очень хорошо знаю очень многих людей из этого списка. Это прежде всего лидеры. Сам Олег Буров, с которым мы вместе сотрудничали, и вместе проводим клубы. И я его знаю как очень хорошего, сильного хозяйственника. Очень уважаю Андриса Америкса, как стратега, как мыслителя, как мастера спорта по шашкам, интеллектуала, который умеет стратегически мыслить. Об этом факте его биографии, кстати, большинство даже не подозревает. А между прочим, в своё время он вместе с моим коллегой Владимиром Вигманом играли, и выигрывали, и побеждали на каких-то турнирах. Мало кто об этом знает. Но он действительно интеллектуал, который умеет побеждать в этих интеллектуальных играх. Поэтому, кроме них, могу ещё назвать очень таких симпатичных мне людей, как Данис Турлайс, как Наталья Абула, которая в этом году тоже впервые блокирует. Она наша коллега, да. Моя коллега и ваша. Наталья Тумшевица, Байба Розентал, известный врач, известный организатор здравоохранения. То есть, вот целая группа людей, которые показали, во-первых, в своей профессии, что они очень многого добились, и я уверена, что очень много могут сделать в городе. Что-то вас подтолкнуло к этому шагу, потому что, наверное, была возможность и раньше попробовать свои силы. Но я так понимаю, что вы всё время... Были предложения. Были предложения, но всё время мне казалось, что журналистика, она должна стоять немного в стороне. Журналисты – это люди, которые критикуют, которые вытаскивают на свет Божий всякие недостатки, которые дают советы, но сами ни в чём не участвуют. И вот сейчас я как-то поняла, что, может быть, пришло наше время, потому что есть опыт, есть знания, есть какие-то связи с людьми, с предпринимательским миром и с политическим. То есть, почему не попробовать и почему не приложить свои силы в городе? А может быть, что-то получится и может быть, удастся сделать что-то доброе? Уже, знаете, я нахожусь в таком возрасте, когда хочется после себя что-то оставить. И оставить не просто журнал, не просто газету и не просто какие-то высказывания в эфире, а оставить что-то полезное, которое, может быть, послужит людям. Хотя я говорю, что журналистика и политика, ну, конечно, это вещи мало связанные. Хотя у нас в Риге и в Латвии очень много журналистов сильных, которые находятся в политике. И были в политике. Но, опять же, я не собираюсь бросать профессию. При всем том, что журналистика сейчас переживает не лучшие времена, я считаю это своей собственной миссией и до конца, буду до конца своей жизни, это я могу пообещать и читателям, и слушателям, я останусь в журналистике, даже невзирая на то, скажем, если меня куда-то выберут. Тем не менее, журналистика моя профессия, я готова сочетать две профессии, но журналистику считаю своей любимой, своей миссией и просто своим долгом перед читателями. Да, говоря все-таки о городе, я знаю, что у вас такая интересная есть задумка, одна из, это действительно посмотреть на Ригу, на ее историю с такой интересной стороны, что у нас, наверное, очень много домов осталось еще исторических, и дома мы не только век и больше, чуть ли не с 17 века, и многие дома, действительно, с ними связана история, но даже не было каких-то табличек, а ведь там жили известные люди, я так понимаю, что вы хотите чуть-чуть вот в этой стороне посмотреть, может быть, кто-то забыт, оказался несправедливо вот в истории Риги, а он свой след оставил. Вот, может быть, несколько слов об этом. Да, сейчас расскажу об этом. Но вообще, я думаю, что главное, чем должна заниматься Рига, ее управление, ее депутатский корпус, это прежде всего развитие. Мне очень близка фраза из «Алиса в стране чудес», где она говорит, что надо бежать со всех ног, чтобы только устоять на месте, а чтобы чего-то добиться и чего-то достичь, надо бежать в два раза быстрее. Поэтому, конечно же, я понимаю и прошлых депутатов, и нынешних чиновников Рижской думы, которые обеспокоены тем, что надо думать об улицах, о ремонте мостов, дорог, о бесплатных обедах для школьников, о бесплатном транспорте общественном и так далее. Но это как бы уже привычные вещи, которыми наши депутаты и наша Рижская дума занималась из года в год, из десятилетия в десятилетие. Без этого невозможно. Но, тем не менее, бегать по кругу и топтаться на месте, мне кажется, мало. Мне кажется, надо думать еще и о каких-то новых направлениях. И вот у меня как бы в голове сложилось их несколько. Одно из них связано с тем, что надо развивать сейчас, особенно во время и после пандемии, надо развивать внутренний туризм. Наш город действительно уникальный. Рига – это такой исторический центр, которым можно гордиться любому жителю Риги. Я живу в центре, и когда хожу по городу, буквально я прямо физически ощущаю присутствие вот этих великих персонажей буквально в каждом доме центра. Я помню и знаю, где жил Сергей Зинштейн, где жил его отец Михаил Зинштейн, который построил половину улицы Алберта. Я знаю, где жила мать Мария, даже жила в этом доме, где известная поэтесса Кузьмина Караваева, поэтесса Серебряного века, возлюбленная Блока и подруга Ахматова Югумилева, родилась, оказывается, там, где я прожила 15 лет. Узнала об этом только тогда, когда там повесили доску, повесили ее энтузиасты. Известная вот эта поэтесса, которая впоследствии стала членом французского сопротивления и погибла в лагере Равенсбрук в газовой камере. Сейчас она известна как мать Мария, а в свое время она была очень известной поэтессой, которая дружила со многими знаменитостями Серебряного века. И вот эта женщина родилась в доме по улице Элизабетта с 21. А кто знал, да? И вот благодаря энтузиастам теперь можно водить туда туристов, водить туда студентов, школьников, рассказывать историю этой замечательной, удивительной женщины. И таких персонажей, я говорю, у нас просто масса. У нас масса знаменитых архитекторов. Константин Пэкшн, с которым тоже целая серия домов в центре Риги принадлежит. Жен Лауба, которого недавно был юбилей 140-летие. Такая женщина-персонаж, которая стала прототипом известной героини Маргариты в романе Булгакова «Мастер Маргарита» Елена Булгакова. Елена Нюрнберг по отцу, которая родилась тоже вот недалеко от вашей радиостанции на улице Виландос-1. Там висят доски другим жителям этого дома в разные времена. Но вот Елене Булгаковой, которая сыграла феноменальную роль и в самом написании этого романа, и в том, что она сохранила его для потомков. Ведь он был опубликован через 30 лет после того, как умер сам писатель, сам автор. Она была не только его музой-спутницей, она была исполнителем, просто его помощницей физически. Оказывается, из Риги. Оказывается, из Риги. Здесь она жила довольно долго, где-то лет 10 или даже больше, училась в Ломоносовской гимназии, прекрасно освоила французский язык, и потом была еще и переводчицей из французского, и была очень великолепно образованной и элегантной женщиной, ну такой вот, которую можно назвать рижанкой в полном смысле своего слова. И таких людей масса. И вот, честно говоря, подвела меня к этой мысли история с моим бывшим коллегой, другом, близким человеком Юрисом Подняксом, которому в этом году исполняется 70 лет. И Юрис жил, он рижанин, он здесь родился, он вырос и прожил здесь всю свою недолгую, правда, жизнь, 41,5 год. Всего, к сожалению. Всего лишь. Конечно, да. Сохранить память о Юрисе Подняксе. И вот сейчас мы... Хотя бы на доме, да? На доме повесить вот такую табличку, что здесь жил, работал, и именно последние годы жизни Юрис Поднякс. Вот я этим сейчас конкретно занимаюсь. И, собственно, вот это, мне кажется, это такая миссия, которая может оживить тот же внутренний туризм. Во-первых, привлечь массу людей, школьников и студентов. А что внутреннего туризма сейчас очень актуально в свете известных событий. Вот это же как раз время пандемии. Поэтому помочь как-то туристической отрасли в этом смысле выжить, привлечь сюда экскурсии со всей Латвии, да и с той же Риги. Я думаю, что не все школьники и не все студенты это знают. Кроме того, это повышает, если дом имеет определенную историю, и об этой истории известно, то это повышает цену недвижимости. То есть тут есть и коммерческий интерес у владельцев дома. Поэтому, я думаю, они должны охотно поддержать эту идею. Но если говорить о развитии города, вот есть у меня еще одна задумка, еще одна идея, которую, может быть, осуществить труднее, но она может дать тоже больше инвестиций, больше внимания, интереса и к Риге, и к направлениям ее развития. Ну, мы все говорим, что нужны инвестиции, а инвестиций всегда не хватает. Их не хватает на государственном уровне, их не хватает на городском уровне. Так вот, эти инвестиции можно привлекать в сотрудничестве с частными предпринимателями. В данном случае я говорю о публично-частном партнерстве, которое в Латвии у нас почему-то не очень развито. Оно развито в европейских странах, оно очень развито в Америке. Ну, а у нас чаще всего, если говорят о частном публичном партнерстве, то имеют в виду какие-то крупные инфраструктурные проекты, строительство каких-то там общественно значимых зданий. Мне кажется, что можно использовать вот эту форму общения с предпринимателями для социальной сферы и для помощи самым неимущим – детям и старикам. В частности, речь, если вести о пожилых людях. Ну, не секрет, что у нас население стареет, и все больше появляется людей, которые нуждаются в помощи, в уходе. Сейчас, увы, стало просто каким-то бичем современной медицины, современного здравоохранения, болезнь Альцгеймера и болезнь деменции. Мне, увы, пришлось лично с этим столкнуться в своей семье. Я знаю, как трудно общаться с такими больными, и как трудно даже людям, которые имеют семью, трудно ухаживать за такого рода больными, потому что они нуждаются в ежеминутной помощи, буквально в ежедневном уходе, в ежедневной заботе. Ну, и со стороны города, и со стороны государства пока внимания к этим людям, ну, очень минимальное. Есть, конечно, социальные дома, но их, во-первых, не хватает, а во-вторых, все-таки хотелось, чтобы условия жизни для вот этих людей, которые так тяжело больны, чтобы эти условия были приближены к домашним. Если город будет строить какие-то отношения с предпринимателями, и предприниматели будут заинтересованы в создании таких семейных социальных домов, я думаю, выгода будет и больным, и здоровым, и в том числе Рига приобретет определенный такой статус защитников вот этих вот больных и тяжело больных людей. Я знаю, что в Риге есть некоторые вот уже предприниматели, пытаются делать, создавать такие дома. Понимаю, насколько это вообще важно. Это очень тяжело и сложно, и дорого, это просто дорого. А если бы город давал, скажем, на льготных условиях какие-то либо площади для строительства таких домов, либо давал льготы по налогам, скажем, тем, у кого есть просто собственные дома, и люди могли бы в собственных домах устраивать подобные, ну, пансионаты, скажем. Они могут быть дневными пансионатами гостиничного типа, они могут быть стационарами, куда можно отдать там на несколько месяцев, а может быть там и на год своих родственников. Причем близкие могут их посещать, то есть это должны быть такие открытые дома. Но вот и в этой сфере как раз общение предпринимателей и города может быть очень полезным и очень толковым. И город может помочь, я говорю, просто тем, что облегчит налогообложение, либо предоставить какие-то пустующие дома, которых и в Риге, и в Центре даже предостаточно, квартиры, за что, скажем, предприниматели могли бы взяться и получить льготное налогообложение. Им было бы выгодно. И я думаю, что такие предприниматели всегда найдутся. Это, мне кажется, очень важная сегодня сфера, где люди денежные могут найти себе применение, а город может просто принести огромную пользу пожилым людям. Да, это потому что иногда бывает, наступает такой момент, когда уже родные просто не справляются за уходом. Ну, тяжело, потому что не каждый, во-первых, может, люди работающие. А там все время нужно присмотр. Абсолютно. И такая семья просто лишается кормильца, потому что невозможно выйти из дома. Нужно сидеть все время дома и быть привязанным к таким людям, а их, к сожалению, все больше. И это просто уже становится социальной проблемой, городской проблемой. Поэтому, если город об этом подумает, я думаю, это будет огромный плюс и огромное преимущество. И освободит даже просто рабочую силу для других профессий. Давайте, прием звонки, одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Можно я дополню, город не подумает. Вот сейчас перед выборами надо за хвост Бурова, например, поймать и предложить эту идею. Он пообещает точно перед выборами. Потому что отката с этого нету, никакого гешефта политики не получат, они в это не вяжутся. Спасибо большое. Ну вот такая, может быть, реплика, которая, в принципе, общую тенденцию подчеркивает, что люди не верят, что это все можно, так сказать, сделать. Ну вот поэтому я и думаю, что нужен приток свежих сил к политической сфере. Нужен приток людей с новыми идеями. А что касается конкретно Олега Бурова, могу вам открыть небольшой секрет. Мы с ним уже на эту тему разговаривали. И я вижу, что он готов поддержать эту идею. Ему она как раз понравилась. И мне кажется, даже он и до меня разговаривал с предпринимателями на эту тему. Ну, не каждый, конечно, пойдет на это. Это все-таки довольно сложная сфера. Но, тем не менее, у Олега Бурова вот это в голове точно есть. Да, вот интересно, может быть, наша радиосуществ затронут такую интересную тему, которую мы, наверное, как журналисты знаем, особенно сейчас, поскольку выборы эти внеочередные и предвыборная кампания всего ничего. И есть, наверное, такая опасность, что вообще все заполонит популизм. Разные политические силы будут обещать все, что только можно обещать. Не знаю, всем бесплатный проезд, всем подарки за тех, кто в автобус войдет. Ну, я утрил, но общий смысл такой. Нет такой вот опасности? Или все-таки политики понимают, я не о вашей партии, вообще, политики понимают, что это уже не пройдет? К сожалению, мы каждую выборную кампанию натыкаемся на одни и те же грабли. И популизм – это такой простейший путь общения с избирателем. Кому-то банан, если помните, были и такие обещания. Кому-то там бесплатные обеды и так далее. Увы, я уверена, что и сейчас политики пойдут по этому легкому пути. Большинство из них пойдет. Но поэтому я хочу обратиться к избирателям. Не ведитесь на такие простейшие популистские лозунги. Люди, увы, склонны… Им некогда думать углубляться в какие-то политические программы. Хватает своих проблем. Абсолютно понимаю их. Каждый работает, каждый пытается заработать, думать о своей семье. Но и тем не менее, пытайтесь все-таки думать. Пытайтесь думать. Вот мы в своем журнале «Открытый город», я не ради рекламы, а просто пытаясь сохранить все-таки качественную журналистику, всегда думаем о том, чтобы дать людям информацию. Как можно глубже, как можно больше точек зрения, как можно больше материала для того, чтобы они размышляли. Увы, я говорю, к сожалению, сегодня некогда иногда людям подумать, и они больше ведутся на какие-то простые лозунги, на простые обещания. А более того, не просто лозунги, а обещания. Есть еще и просто отвлекающие маневры. Политики очень часто вбрасывают в аудиторию какие-то безумные лозунги. Ну, какие угодно. Вот, казалось бы, сейчас буквально взбудоражили общество строительством нового здания для службы госбезопасности. Ну, что, какое дело обществу до того, будет это здание построено или не будет. Это просто какой-то ложный такой посыл, вокруг которого бушуют страсти. И СМИ, к сожалению, мы сами, журналисты, очень часто попадаемся на вот эти вбросы. И часто идем на поводу у самых популистских идей. Тоже не успевая задуматься, мы тоже бежим вместе со всем обществом. И мы бежим в этом потоке информации и не думаем, а это надо кому-то, а это важно. Какая разница, где оно будет построено. Само будет построено. Все равно будет построено. Все равно нас там будут прослушивать, просматривать и проверять при входе и выходе. Ну, это не избежать. Но давайте заниматься все-таки своими проблемами, которые ближе к каждому из нас. И которые касаются каждого из нас. И не вестись вот на этот популизм. Но, увы и ах, популизма, я думаю, и в этих выборах будет достаточно. Да, вот на этой ноте, может быть, прервемся буквально пару минут. Потом вернемся в студию. Главный редактор открытого года Татьяна Фасова в студии. Не переключайтесь. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Главный редактор журнала открытого года Татьяна Фасова у нас в студии. Вот мы действительно говорим о том, какой должна быть Рига, город, который мы все любим. Ну, может быть, такой вопрос. Что вас, не знаю, устраивает или не устраивает в Риге? Потому что, особенно перед выбором, есть две крайности. Одни говорят, что там, не знаю, прошлая Рижская дума ничего вообще не сделала, все плохо, там город ужасен, развал полный. Ну, как оппозиция в Рижской думе такое говорила. Есть другая крайность, которая говорит, что вообще, так сказать, ну, там все прекрасно, там какие-то дороги чуть-чуть подчиним, и все будет замечательно. Вот что, может быть, вам бы хотелось увидеть в Риге? Ну, вот кроме того, что вы рассказывали, вот сохранение истории, это понятно. Что еще может быть такого? Ну, вы знаете, любой город – это живой организм, живой. А все живое должно развиваться. Он не должен стоять как бы на одном и том же месте, он должен придумывать новые проекты, новые программы, он должен преобразовываться. Но я хочу сказать, что и за последние годы все-таки город достаточно преобразился. Можно вспомнить те же развалины, в которых, кстати, вернее, в подчистке которых участвовал очень активно тот же Олег Буров, потому что человек, который обошел город пешком, который знает каждую развалину. И они приняли очень хорошую программу о том, чтобы попытаться очистить город от этих старых зданий, которые веками там стояли, неприбранные. И, с одной стороны, они привлекли инвестиции, потому что заставили владельцев домов, в конце концов, что-то с ними сделать, а с другой стороны, преобразили город. И приведение порядка объектов культуры, театра, все это мы знаем. Объектов культуры, потому что Рига, я говорю, это такой культурный феномен, он не может быть. Два лица культуры в каком был состоянии, какой сейчас? Конечно, и театры, и национальный театр, Рижский русский театр тоже просто преобразились на глазах. Это стали современные очаги культуры, куда приятно пойти. Я знаю, что в русский театр люди ходят только просмотреть на то, как он изменился, потому что там что-то за сценой происходит, там это целое предприятие, там целый завод, можно сказать, с уникальными конструкциями, с декорациями, замечательные гримерки, то есть актеры очень довольны. К сожалению, вот этот период пандемии, он развел нас с театрами, что очень жаль, то есть люди соскучились по культуре. И, кстати, вот партия «Честь служить Риге» очень много внимания, вообще культуре уделяет. Даже за тот короткий период времени, пока Олег Буров был мэром, он успел заключить договор с целым рядом культурных фестивалей, и культурных организаций для того, чтобы эта культура у нас не заканчивалась. Вы тоже, наверное, помните, замечательный праздник Масленица был здесь, такой многоязыкий, такой яркий, такой сочный, который станет традицией. Заключен договор с музыкальным фестивалем Рига-Юрмала. Кстати, вот я бы хотела вот еще на какой теме остановиться. Рига – это не только город вот ее нынешних жителей, а Рига и рижане – это вообще понятие общемировое и международное. Я знаю массу людей, очень ярких, известных, которые не могут жить без Риги, несмотря на то, что они отсюда в разные годы уехали. Один мой однокурсник по Латвийскому университету, Александр Генис, чего стоит? Он каждый год сюда приезжает, и вот ему принадлежит замечательная фраза, которую я люблю очень часто приводить, что рижанин – это национальность, что вот рижане, они хоть рассеяны по миру, но Ригу в своей душе они никогда не забывают и никогда ее не оставляют. А многие из них просто вносят свой материальный вклад в то, чтобы Рига развивалась, чтобы она процветала, чтобы она становилась лучше. Два примера могу привести. Один – это Петр Авен, но он хоть и не рижанин, но с латвийскими, латышскими корнями, человек, который организовал замечательный фестиваль Рига-Юрмала, и вот с ним тоже заключила договор Рижская дума, чтобы участвовать в этом фестивале. Увы, в этом году его не будет, и мы не услышим эту замечательную музыку, но будет в следующем году. Потом еще один пример, тоже не рижанина, но добельского, можно сказать, жителя. Это Алексей Кудрин, который построил музыкальную школу. Я видела просто это сооружение замечательное, современное, в Добыло, в память о своей… ну и мама жива, слава богу, в память о своем папе, который работал в Добыло, и вообще о своих родственниках, которые до сих пор там живут и похоронены многие из них. То есть человек, который вложился. Так вот, этот потенциал, международный потенциал Риги, я думаю, мы еще недоиспользовали. А вспомните Михаила Барышникова, который тоже не может жить без Риги, и он тоже лично участвует своим вкладом в этих замечательных спектаклях, которые вместе с Херманей сама осуществляют, и на сцене оперного театра был спектакль. То есть вот люди не забывают своих корней, поэтому Рига может прирастать еще и инвестициями, и капиталом именно этих людей, которые разбросаны по всему свету. Каждый год масса вот таких рижан состоятельных, там, интеллектуальных приезжает сюда, и общение с ними, и привлечение их к развитию Риги – это тоже целое направление. У нас, кстати, есть клуб при открытом городе, клуб, смарт-клуб открытого города, он так и называется. И мы очень часто приглашаем туда вот этих людей, его можно сделать, этот клуб международным, виртуально международным, с этими людьми можно общаться, а можно и реально международным. И использовать, я говорю, в большой степени потенциал этих наших знаменитостей, которые здесь часто бывают. Да, не могу не спросить об этой ситуации, которую мы все сейчас переживали. Ну, совершенно такая, может быть, уникальная история, начиная вот с марта, чрезвычайная ситуация. Многие сидели дома, школьники сидели дома вместе с родителями, учились. Вот какие выводы можно сделать? Потому что, с одной стороны, ну, нельзя сказать, если так вот, совсем может быть объективно, что правительство ничего не делает и совершенно равнодушно к ситуации. По крайней мере, что-то происходит, какие-то пособия выплачиваются, большие суммы называются, которые бросают на вот этот разогрев экономики, на преодоление последствий. И, тем не менее, вот все-таки кажется, что вот как-то простые люди, простые жители, простые рижане оказались, как-то часто бывает, вот не задеты так дипломатически этой помощью. Ну, как правило, большие деньги. А где эти люди, которые это все получили, да? Вы знаете, ну вот наша проблема нашего государства – это непрозрачность нашей политики. И меня, например, вот и как журналист, и как гражданина этой страны волнует, а куда пойдут эти 4 миллиарда? Мы с вами до сих пор не знаем, правительство за это до сих пор не отчиталось. Да, оно распределило какие-то средства, там, минимальные, надо сказать, средства. Кто-то 180 евро, а кто-то 4 получил. Да, вначале, да. Лично мы вот в своем малом бизнесе со своим журналом получили ноль. Не знаю, получили ли вы что-то, потому что было столько условий для того, чтобы их не получить, то мы не могли бы их получить, потому что мы как члены правления и как редакция, значит, видите ли, там, не соответствуем определенным критериям. То, значит, наш оборот не настолько упал, насколько надо было. То, значит… Парить критериям, да? Надо было, чтобы еще больше упал. То мы должны были не работать для того, чтобы что-то получить, а мы выходили как журнал в это время. То есть масса-масса условий. То есть и такое впечатление, что прежде всего политики придумали, кому не дать, а потом они уже не могли не дать тому, кому они дали. Но, опять же, тому, кому они дали, они же душат проверками. То есть люди, которые просто нужны деньги для того, чтобы выжить, они, во-первых, должны эти деньги, получив эти деньги, ждать ревизию. Все ли у них в порядке там с налогами. То есть масса всяких препятствий. Может, они потом будут не рады, что они вообще обращались за помощью. Из-за этих 100 евро они потом приобретут страшную головную боль. Поэтому вот эта непрозрачность политики, она, конечно, существует на всех уровнях, и это очень плохой признак. Вы правы, что правительство что-то делает, да, что-то делает, и какие-то средства раздает, но, тем не менее, я считаю, что очень обиженным оказался малый и средний бизнес. Мы, выходя эти месяцы в свет с журналом «Открытый город», мы делали массу опросов людей из разных сфер бизнеса. Больше всего, конечно, самых пострадавших. Отельеры, рестораторы. Туристическая отрасль. Туристическая отрасль. И все нам жаловали, что до них там какие-то крохи дошли. Или вообще ничего не дошло. А кроме того, проблема для них до сих пор стоит. Гостиницы открыться не могут, нет туристов. Рестораны маломальские открываются, но тоже люди, многие опасаются пойти. В Сталарии закрыто, все пока, да. Ну вот кое-где тут есть в деловом центре, но все равно это мизер, это мало. И когда они еще там, я думаю, что год, это точно уйдет на восстановление их. И то, что они получили, вот я знаю, Влад Корягин сегодня в вашем эфире жаловался, потому что они вообще ничего не получили. Очень интересно, он привел сравнение, что получили их же фирма, туристическая компания, получила в Литве и Восстании. Ну это день и ночь. Господа, мы даже на своих соседей не хотим ориентироваться, на их положительный опыт. Поэтому эта пандемия показала, что как была непрозрачная наша политика, к сожалению, так она и осталась. И я говорю, вот этот малый и средний бизнес, который является просто тканью экономики, это, ну может быть, не хребет, но это мясо и кровь экономики нашей. Очень много людей задействовано в этом малом и среднем бизнесе. Они оказались самыми пострадавшими, и они будут пострадавшими. И опять это все перекладывается на их собственные пречи. То есть выживайте как можете, выживайте как хотите. И в данном случае наше правительство, увы, не смогло помочь выжить пока ни одной отрасли. Это беда. И вот тоже интересно, что все равно есть какие-то попытки, и в это время, я думаю, на выбор опять поделить город Рига по национальным коридорам и сказать, что вот, ну хватит, там уже одни поуправляли город, теперь должны прийти настоящие национальные силы. Кажалось бы, ну вот уже пандемия, оставьте уже свою этническую карту разыгрывать. Нет, я думаю, это будет все равно продолжаться, да? Вы знаете, вот когда наступило вот это кризисное время, казалось, что после пандемии мир будет другим. Потому что настолько это было страшно, и никто не знал уровень эпидемии, кто вообще умрет, кто останется живым. Да, даже люди старшего поколения не припоминают ничего подобного. Конечно, со времен войны не было этих страхов. То есть такие были, и эти страхи, надо сказать, остаются. Потому что настолько вирус неизучен, и он неизвестен, и последствия непредсказуемы. Что чем это все обернется для всех нас, мы еще не знаем. Поэтому, конечно, нужно соблюдать осторожность. Но, тем не менее, надежды на то, что мир после пандемии изменится, они, к сожалению, тают. Потому что та же националистическая карта, о которой вы говорите, которая всегда разыгрывалась при любой выборной ситуации у нас в Латвии, увы, боюсь, что будет разыгранной сейчас. И хочется обратиться к избирателям. Друзья мои, ну не ведитесь, но голосуйте за те партии, которые не делят людей по национальности. Ну вот Рига – наша национальность. Вот Рижане. Рижане – это наша национальность. И мы все заинтересованы, чтобы развивался город, чтобы мы думали о том, как будут выживать школы, как они будут восстанавливать свой учебный процесс с 1 сентября, как будут жить наши пожилые родители, о том, каким будет здравоохранение. Да, вот я хотел спросить, это же целая проблема. Целая проблема. Только сейчас правительство задумало, что, ну да, все-таки надо здравоохранение выделить, среди здравоохранения, может быть, медикам, наконец, выполнить обещание и прибавить зарплату. То есть, если бы не пандемия, видимо, не нужно было бы. Так началась пандемия, и помните, было голосование в парламенте за эти 20% надбавки зарплатам медикам, и они проголосовали против, а пандемия уже началась в это время. И это, конечно, такой верх цинизма. Ну, если сейчас они что-то выделят, но, честно говоря, меня еще интересует такой вопрос. На наше здравоохранение вообще деньги, в принципе, выделяются. Вопрос, куда они уходят. Миллиард фактически. Когда вдруг вот начинают скрываться истории, когда больницы закупают какое-то безумное оборудование, какие-то сложные установки, лазеры там и прочее, прочее. А потом они стоят, ржавеют где-то там на складе, больничном. Некому обслуживать, и, возможно, даже не нужны. А чтобы обслуживать, надо, оказывается, пройти какие-то курсы невероятно дорогие. Ну, я стадиваю. Этому нужно учиться там и так далее. То есть, и опять же, это не востребовано, не использовано. То, господа, куда же уходят эти деньги? Они уходят не на людей. И врачи этого не видят, и этого не видят больные. А больные ещё потом фактически участвуют в платной медицине. То есть, поэтому наше здравоохранение больное, к сожалению, на всю голову. И вот сделать его здоровым – это вообще великая задача. Не знаю, кому она будет по силам, но я думаю, всем миром надо этим заниматься. И нам, журналистам, конечно, в первую очередь. Да, вот тоже сейчас интересно, как раз параллельно идёт заседание Комиссии Семьего по бюджету и финансовому, где как раз обсуждается вот этот законопроект уже из серии о том, как мы будем жить при выходе из чрезвычайной ситуации. И я так понимаю, что даже правящие депутаты, мягко говоря, растерялись от тех полномочий, которые на себя берёт правительство. Да, и это действительно вот такой интересный момент. Я ещё могу понять, если, не знаю, парламент на каникулах, или он каким-то образом парализован и не может выполнять свои функции. При живом, простите, Семье, при депутатах в парламентской республике правительство говорит о том, что не нужно нам этот Семь. Мы сами будем решать, какие ограничения оставлять, какие снимать, кому оказывать помощь, кому не оказывать. Мы же всё-таки в парламентской стране живём. Конечно, я думаю, что демократия сложная вещь, как известно, но лучше у неё пока ничего не придумано. Поэтому отстранение депутатского корпуса от дискуссии, от принятия решений, безусловно, это вещь опасная. Безусловно, в период пандемии, может быть, чтобы ускорить приём каких-то важных решений, это можно было допустить. Но делать это постоянным таким спутником нашей жизни, когда правительство узурпирует власть. Ну, мы знаем из истории Латвии, что были такие случаи, когда, в конце концов, это закончилась диктатура и Улманиса. Вряд ли мы хотим возвращения к тем временам. Поэтому без депутатского корпуса, без обсуждения какого-то серьёзных важных проблем, я думаю, что двигать демократию и вообще развивать наш политический спектр нельзя. Надо, безусловно, давать возможность депутатам участвовать в принятии любых решений. Кстати, что касается Рижской думы, вот даже речь о транспорте, о бесплатном общественном транспорте. Сейчас принимают решения три администратора практически. Три чиновники государственных, они параллельно в министерствах работают и по совместительству в Риге. Рига-то маленький город, можно по совместительству. Можно, Ригу управлять по совместительству. Но будь сейчас дееспособным депутатский корпус, конечно, начались бы дискуссии, начались бы, может быть, где-то это были бы пустые дискуссии, но тем не менее, я думаю, что очень многие депутаты… Контроль, пригласили бы представителей Ригы Санды, общественных групп и начали бы обсуждать, какие льготы оставлять, какие… Безусловно, то есть это вышло бы как бы под общественный контроль, люди бы слушали, знали. Я думаю, даже депутаты, ну даже для пиара, и то использовали бы вот эти льготы для пассажиров, для жителей Риги, и то это бы принесло какую-то пользу. Даже дискуссии, дебаты депутатов могут принести людям пользу. Поэтому без депутатского корпуса, конечно, демократия просто невозможна. Да, я думаю, что в этом смысле действительно выборы крайне важны, потому что когда три человека, при всем, к нему уважению, не хочу, так сказать, сейчас бросать в них камни, но когда три человека очень долго управляют без всякого общественного контроля таким городом, как Рига, самый большой город, кстати, в Балтии, то это, конечно, совсем такая ненормальная ситуация. Ну, безусловно, и чем быстрее она закончится, тем лучше. Я надеюсь, что выборы состоятся в тот день, когда они назначены, 29 августа. И дай Бог, чтобы как можно больше людей пришло и поучаствовало в этих выборах. Все-таки, друзья мои, ну нет у нас другой формы участия, вот такого прямого участия в управлении городом, страной, как выборы. Поэтому призываю всех прийти и отдать свой голос за разумных политиков, за тех, которые действительно хотят благополучия этому городу, в котором вы верите. Но прийти обязательно нужно, несмотря на то, что это будет лето, и наверняка у многих будут какие-то свои... Приоритеты в этот день. Выборы – это святое. Поэтому в выборах надо участвовать, чтобы... Ну, надо разделять ответственность. Это тоже очень важно. И разделять ее надо не только тем, кто при власти, а разделять, прежде всего, жителям, избирателям. У нас есть шанс повлиять на эти выборы. И я думаю, что каждый из нас должен это сделать. Это просто наш долг. Может быть, такой последний вопрос. Вот вы упомянули слово «приоритет». Ну, я понимаю, что вы не претендуете на должность мэра Риги, но, тем не менее, все-таки ваши ощущения, какие должны быть у города приоритеты? Потому что вот когда зашаталась та власть в Рижской думе распущенной, то, в принципе, начались дискуссии, что вот. Конечно, там, может быть, вы что-то ремонтировали, объекты культуры, но все равно неправильно расставили приоритеты. Надо было начинать с дороги мостов, к примеру, а потом уже там, не знаю, школы и дома культуры. Ну, это как один пример. Кто-то говорит о том, что надо все-таки по-прежнему социальную сферу приоритет. Кто-то говорит, что надо бизнес поддерживать. Он будет приносить деньги в город. Прежде всего, бизнес, 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 принимательская активность. Вот ваш такой топ приоритетов, если можно было. Ну, этот топ может быть очень длинным. Вот все, что вы перечислили, все важно. Да, понятно. Важно ходить по улицам и не спотыкаться. Важно заботиться о детях, потому что это наше будущее. Вот важно там кормить их бесплатными обедами и важно отдать тот же общественный транспорт, вернуть его пенсионерам. Потому что на те средства, на которые они существуют, платить там почти по полтора евро за билет, это просто не в их возможностях. Я думаю, что мы, конечно, социальная страна. Социальная страна. И город тоже социальный. И социальные приоритеты, социальные темы должны быть в приоритете наших политиков. Самые болезненные группы жителей Риги – это старики и дети. И вот думать о том, чтобы поддержать пожилых людей и о том, чтобы позаботиться о детях, о том, чтобы они были грамотными, чтобы они были образованными, чтобы они были сытыми, в конце концов. Вот приоритеты именно эти категории людей. И интересы политиков должны быть задействованы именно на этом. На том, чтобы облегчить жизнь этим людям и дать им какие-то перспективы. Да, ну что ж, вот на этой ноте мы, пожалуй, наверное, и закончим нашу беседу. Действительно, вот и журнал «Открытый город», он как раз вот такой олицетворяет Ригу, как действительно «Открытый город», Ригу, который мы все любим, открытый и для гостей, и для бизнеса, для инвестиций. Для туризма. Для туризма. Даже внутреннего. Для культуры, да. Для культурного обмена. Татьяна Фасовна была в студии. Большое спасибо. Спасибо. Всего доброго.